В городе Волжском состоялось великое освящение соборного храма святого Иоанна Богослова. Вместе с прихожанами молились сразу четыре архипастыря. Митрополит Волгоградский Камышинский Герман, епископ Урюпинский Наванинский Елисей, епископ Калачевский Паласовский Иоанн, а также епископ Городищинский Феоктист. В городе Волжском в конце парка центральной площади Ленина есть чудный храм, который строился всем миром ни много ни мало 27 лет. Купол с переливчатой золотой мозаикой, блестящие ступени в храм и просторное помещение, встречающее прихожан иконостасом, выполненным в традиционных православных цветах, золотистым, красным, голубом и зеленым. Есть много икон с частицами святых мощей и предметов, есть святыни Волгоградской земли. Конечно, освящение храма – это очень серьезное дело, тем более, что от такого крупного храма, который находится в центре города, поэтому очень уволнительное было событие. Переживали, как это все пройдет, сколько людей будет. На освящение храм был полон людьми, пришло около тысячи человек. В этом храме присутствовало сразу четыре химирея, служба была очень торжественной, восклишенной. И сразу же несколько таинств и баллистей, личное освящение, как я сказала, такое большое событие, очень большая редкость. Конечно, храм молодой, но такое освящение, много людей было, очень, я прям, ну, радостно, неужели. Надо сказать, что на месте нового храма ранее уже была церковь. Сейчас мастерством архитектора она перевоплотилась в нижний храм цокольного этажа нового Дома Божия и наименована в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Современный храм возвышается на 45 метров. Именно в 91-м году летом, тогда еще архитектургерман, посвятил место по строительству будущего храма. Но мы знаем, что достаточно тяжело все это происходило. Сначала служба была в часовне, это был фактически вагончик. Затем, когда был вырыт котлован, был устроен такой, можно сказать, в цокольной части храм, почти подземный. Это нынешний храм в Благовещении. А нынешний большой храм уже в основном возведен где-то к 2005 году. Первая служба была на Пасху. Епископ Иоанн, который является настоятелем собора Иоанна Богослова, выразил желание, чтобы сюда приходило как можно больше людей со своими требами, нуждами, и чтобы жители Волжского были не только прихожанами, но становились настоящими членами большой дружной семьи.